8 признаков того, что рядом с вами находится достойный мужчина. И прежде чем мы подробно будем рассматривать эту тему, я, конечно, приглашаю вас пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео. Сразу после просмотра ролика проходите регистрацию и присоединяйтесь к тысячам девушек, которые уже изменили свою жизнь. А если быть точнее, это более 150 тысяч женщин, которые прошли эту программу. Ну, сейчас мы будем с вами рассматривать признаки того, что рядом с вами действительно достойный мужчина. Берите ручку, карандаш и записывайте. Признак первый. У вашего мужчины есть четкий план на свою жизнь. Это не говорит о том, что этот план должен быть в виде какого-то свертка, лежащего на шкафу, пылящегося. И раз в месяц он достает его, сдувает пыль и смотрит, насколько он переместился от стартовой точки и сколько ему осталось до точки Б, до достижения своей цели. Нет. Речь идет о том, что рядом с вами мужчина структурированный, который четко понимает и осознает, чего он хочет от жизни. Который не занимается рассуждениями. Он не кричит о том и не говорит о том, что я там хожусь в поиске себя, мне нужно понять, чего я хочу и так далее. Это я хочу найти себя, длиться бесконечно долго. Никто не говорит о том, что это плохо, когда мужчина ищет себя. Плохо, когда он это делает годами. Некоторые мужчины это делают десятилетиями. То есть, у них нет никакого плана на жизнь. Еще более страшно, когда вы находитесь рядом с мужчиной и не знаете, какой план у этого мужчины по отношению к вам. То есть, что вы делаете в этих отношениях? Вы кто? Девушка, любовница, сожительница, жена, подруга, напарник, друг. То есть, если у мужчины нет плана на жизнь, на себя самого, тем более уж и на вас нет плана. Поэтому, если вы находитесь в отношениях с таким мужчиной, нужно задуматься, стоит ли с ним продолжать двигаться. Вы движетесь в неизвестном направлении. Прежде чем куда-то пойти, нужно поинтересоваться, куда вы идете. А когда мужчина говорит, время покажет или посмотрим, что загадывать вперед, давай жить здесь и сейчас. Жить здесь и сейчас – это прекрасно. Естественно, многие философы скажут, это же в этом и есть смысл жизни, жить здесь и сейчас. Но для женщины жить здесь и сейчас опасно. Да, она должна кайфовать, она должна наслаждаться. Но если она находится в отношениях с мужчиной, он ее уводит, неизвестно в каком направлении, то это действительно не хороший знак. Поэтому первый признак – это есть ли планы вашего мужчины. Если он есть, это очень здорово и прекрасно. Второй признак – это поступки и действия мужчины. Можно бесконечно долго говорить о том, как вы любите женщину. Я сейчас обращаюсь к мужчинам. Можно бесконечно долго рассуждать рядом с женщиной. Но рано или поздно вот этот словесный фарш, которым вы пытаетесь набить женские ушки, он поднадоест. Женщина все-таки еще и видит, она еще и чувствует. И здесь очень важный момент. Возможно ли ваши действия, мужские действия, попробовать на вкус? Как они пахнут, эти действия? А их можно потрогать? А их можно увидеть? Или их можно только услышать? Это очень важно. Это такой индикатор для каждой женщины. Как мне осознать, что рядом со мной мой любимый мужчина? Применить, естественно, свои органы чувств. Я более подробно об этом расскажу в следующем видео. Но вы должны прекрасно понимать, что если рядом с вами находится мужчина, который своими поступками и действиями показывает, что вы для него значимы, это и забота, это и внимание, это и общение, это знакомство со своей семьей, это ваше вхождение в семью, то здесь, конечно, это прекрасно, что такое мужчина. Если же вы не видите никаких действий с его стороны, а там только рассуждения, это сомнительное отношение. К чему они приведут, не знает никто. Третий признак достойного мужчины – это развитие. Мужчина развивается сам и не препятствует тому, чтобы развивались вы. Вот смотрите, очень многие мужчины, после того, как начинают встречаться с женщиной, делают все возможное для того, чтобы развитие женщины прекратилось, чтобы она смотрела на него, как на свет в оконце. Ты у меня единственный, ты у меня такой сякой, мой бог и господин. И при этом мужчина начинает препятствовать тому, чтобы женщина общалась дальше со своими подругами, увлекалась какими-то хобби, какие-то занятия, личностный рост, развитие, карьера, бизнес и так далее. Почему? Потому что есть некая неуверенность в себе, есть страх, что женщина может увлечься собой в большей степени, нежели мужчины. И многие девушки действительно в таких отношениях растворяются. Поэтому здесь очень важно понимать, что мужчина, который находится рядом с вами, он развивается, при этом, если даже он и не способствует вашему развитию, он хотя бы не препятствует тому, чтобы развивались вы. Если вы в отношениях с таким мужчиной, это прекрасно. Если ваш мужчина сам не развивается и еще и блокирует ваше развитие, это утопия. Эти отношения рано или поздно закончатся. Закончатся не очень хорошими исходными данными для вас. Это 100%. Четвертый признак достойного мужчины – доверие. Рядом с этим мужчиной вы чувствуете себя комфортно, вы доверяете ему на 100%. Конечно, можно сказать, Марк, доверять никому нельзя. Да, понятно, доверять без оглядки достаточно опрометчиво. Но побудьте честны с собой. Вы уверены в своем мужчине, вы уверены в его верности, вы уверены в его ответственности, в его заботе, в его мужских качествах. То есть он своими поступками и действиями, своим отношением к вам развил вот это состояние доверия. Между вами оно присутствует. Или каждый раз, когда мужчина не находится с вами рядом, вас посещают какие-то мысли навязчивые. А может быть, у вас постоянно сомнения в его верности. А может, вы постоянно терзаете себя мыслями о том, что что-то не так в отношениях, не можете расслабиться и успокоиться, но постоянно находите оправдание. Но в отношениях почувствовать себя комфортно и сказать, да, я всецело доверяю своему мужчине, готова следовать за ним, такого ощущения нет. Вот если нет доверия, а доверие это что? Это душевная близость партнеров друг с другом. Если этого нет, отношения тоже сомнительны. Не обманывайте себя, прислушайтесь к себе. Так это или не так? Если доверие есть, я вас поздравляю. Если доверия нет, то, конечно, надо задуматься. Здесь есть очень важный момент. Очень многие девушки сейчас могут сказать, да, вот Марк, вы так правы. Но давайте будем честными. Бывают же разные состояния навязчивые, когда женщина может, несмотря на действия и поступки мужчины, накручивать себя, ревновать безосновательно мужчину, выносить ему мозги в прямом смысле слова. И если вы к таким женщинам относитесь, ревнуете без повода, то здесь, конечно, нужно уже обращать внимание не на мужчину, а все-таки работать с собой, со своей самооценкой, над уверенностью в себе. Потому что вот эта необоснованная ревность, болезненная ревность, она также разрушит ваши отношения. Пятый признак достойного мужчины, ну и здесь даже бы, я, наверное, сказал не о том, что это признак достойного мужчины, а это все-таки признак того, что в отношениях с этим мужчиной у вас действительно есть будущее. Это такая зеркальность. Зеркальность интересов, зеркальность ценностей, зеркальность каких-то принципов, зеркальность взглядов на жизнь, вкусов, предпочтений. Почему это очень важно? Трудно себе представить счастливую семью, если у мужчины и у женщины разные ценности. У женщины ценность – это, например, семья, дети, развитие. У мужчины ценности – это карьера, общение с друзьями и спорт. Трудно себе представить такую семью в гармоничном союзе. Например, для женщины важны дети, для мужчины не важны дети. Или наоборот. Вот здесь очень важно также быть честной с собой. Мы зеркалим с мужчиной друг друга. Это не говорит о том, что вы 100% должны попадать везде и во всем. То есть вот мы там на 80% совпадаем по ценностям, по интересам, а всего лишь в 20% не совпадаем. Значит, надо расставаться. Нет, нет, еще раз нет. Здесь очень важно осознать, что для вас является первичным, что для вас является ценностью и посмотреть, схожи ли вы здесь с мужчиной. Вот я приведу элементарный пример. Миллионы пар, мужчина и женщина, находятся в отношениях до брака. Да, то есть еще они состоят в официальном союзе, но при этом они уже живут вместе, например. И для женщины ценностью является что? Вступление в законные отношения. Она хочет быть официальной женой. И она как бы говорит об этом мужчине. Но для мужчины это не является ценностью. И он говорит, что я не считаю, что печать в паспорте это главное. У нас и так все здорово и прекрасно. Еще не время, давай подождем. И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть у мужчины другие ценности первичны. И очень многие женщины думают, что находясь в таких отношениях, мужчина поменяет свой взгляд на жизнь и скажет, что да, я все, я передумал. Теперь мои ценности такие же, как и у тебя. Притом обращайте внимание на это. И будьте честны с собой. Не обманывайте себя. Есть ли у вас зеркальность вот такая? Или она отсутствует? Шестой признак, что вы рядом с достойным мужчиной, это забота. И здесь нужно быть очень внимательным. Вот смотрите, если вы проведете такой анализ внутри своих отношений, очень многие девушки, вот на что обращают внимание. Мужчина становится заботливым в тех случаях, когда ему что-либо надо. Это, например, какая-то встреча с друзьями, либо уехать куда-то с ними, пообщаться. Он становится таким внимательным, заботливым, ласковым. Второе, самое частое проявление заботы, когда мужчина хочет секс. Он такой весь просто обходительный, романтичный. И так дальше можно, в принципе, перечислять еще долго. Это действительно правда. И здесь, конечно же, очень сложно кого-либо в чем обвинять. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, действительно ли ваш мужчина проявляет заботу о вас. В какие моменты это происходит? Забота, она, в принципе, может быть многогранной. Вплоть до того, что мужчина, уходя из дома, раньше вас говорит о том, что на улице сегодня очень ветрено, надень, пожалуйста, шарф. Или сегодня, по прогнозу, будет дождь, не забудь, пожалуйста, зонт взять. Это тоже забота. Там кофе сделать, чай, или помыть посуду, или поинтересоваться с рабочего места, смс-кой, либо звонком. Как ты себя чувствуешь? Как у тебя дела? А есть ли у тебя деньги на расходы? А есть ли у тебя что-то из вещей, из одежды, потому что вот скоро зима? И так далее, и так далее. Вот заботливый мужчина, он, это нормальное явление. Это не говорит о том, что это какой-то подкаблучник, который сидит своими днями и бегает с чашкой кофе, там и подтирает своей женщине соплюхи. Нет, нет, и еще раз нет. Слушай, ты находишься рядом с женщиной. Эта женщина будет рожать тебе детей, если это в твои планы, конечно, входит. Поэтому забота – это неотъемлемая составляющая достойного мужчины. Это нормально, это нормально. И здесь, конечно, знаете, хочется привести такой пример, на что я обращал внимание. У меня когда-то был пост такой интересный, «Кто кого целовит в зад?» называется. И к большому сожалению, я вынужден сказать о том, что и мужчины, и женщины любят целовать в задницу так, других людей, но не своих близких. Мужчины заботятся о других женщинах, открывают им двери, мило улыбаются, готовы помочь там сумочку поднести, сказать который час, вежливо объяснить, если она что-то не понимает. А женщины уважительно общаются с мужчинами. Я вот на эту тему тоже сниму отдельное видео и подробно расскажу о том, кто кого целует в зад. Но сейчас хочу, чтобы вы понимали, что если заботы нет со стороны мужчины, это не очень хорошо. Седьмой признак того, что рядом с вами достойный мужчина – это уважение. Вы уважаете своего мужчину, мужчина уважает вас. Он уважает ваше личное пространство, он уважает ваши интересы, он уважает ваше мнение, ваши выборы, ваши мысли, ваши действия, ваши поступки. Он уважает ваше прошлое. И здесь этот пункт очень важен. Многие девушки жалуются. Мужчина меня обвиняет в моем прошлом, постоянно ковыряется в нем, задает вопросы, интересуется и так далее. Мужчина не уважает мой выбор профессии, мое увлечение, моих подруг, моих родственников. Это все относится тоже к уважению. Если рядом с вами мужчина, который не допускает иных взглядов, не допускает иных мнений, не допускает иных интересов и ценностей, это очень опасно. Потому что, когда отношения перейдут в стадию таких ровно бытовых, когда уже искра в виде страсти и влюбленности не будет столь актуальна, и нужно будет взращивать любовь, ее сейчас еще нет на самом деле. Это может приводить к конфликтам, к абьюзу, к насильственным действиям, начиная от эмоционального насилия, заканчивая физическим насилием. Поэтому задумайтесь, есть ли в ваших отношениях уважение, или его нет, и сделайте для себя определенные выводы. Восьмой признак того, что рядом с вами достойный мужчина, ваш мужчина математик. Вы сейчас скажете, нет, все, мой мужчина не математик, и все, нас все недостойны. Но это я так, конечно, утрирую немножечко. После появления вашего мужчины в вашей жизни все, что у вас было, женственность, самооценка, уверенность в себе, чувственность, эмоциональность, ваше развитие, улыбка, сияние глаз, радость сердечная и душевная, умножились хотя бы на два. Или наоборот, произошло какое-то деление, вы стали менее женственные, менее уверенные в себе, перестали развиваться, наоборот, потух взгляд, нет никакой душевной радости. Это очень простой способ оценить, какой мужчина рядом с вами. То есть я со своим мужчиной рядом расцвела или наоборот увядаю. Вот если вы расцветаете, с вами рядом действительно нормальный мужчина. И возможно, даже те пункты, о которых я говорил ранее, они уже не столь значимы, потому что вы, ориентируясь на свои чувства, вряд ли будете себя обманывать. Прислушайтесь к себе. Я стала другой, то есть лучше, или я стала другой, но хуже. А может быть, вам даже со стороны уже люди говорят, что в отношениях с ним ты стала нервная, неухоженная, неинтересная, замкнулась, закрылась, в постоянных тревогах, переживаниях. Это был восьмой и последний признак того, что рядом с вами достойный мужчина. Не обманывайте себя. Но и кроме всего этого, я, конечно же, подведу итог очень простой. Смотрите, когда я перечисляю какие-либо признаки того, что рядом с вами достойный мужчина, женщины начинают аплодировать. Ой, как круто, как круто. Но это не снимает с вас никакой ответственности. В вашей жизни тоже должен быть план на жизнь. Вы должны понимать, чего вы хотите. В вашей жизни должны быть и действия по отношению к мужчине, чтобы он хотел завоевывать мир для вас. В вашей жизни должны быть и развитие, должно быть и уважение, и зеркальность интересов. То есть, можно перечислять все то, что я озвучил ранее. То есть, если вы думаете, что перечисленные пункты говорят только лишь о том, что рядом с вами находится достойный мужчина, ваш мужчина имеет полное право эти пункты применить по отношению к вам. Поэтому давайте будем читать и будем стараться по отношению друг к другу вести себя так, как мы сегодня рассматривали в этом ролике. Я очень надеюсь, что это видео прояснит ситуацию, если у вас были какие-то вопросы, на которые вы не могли ответить. Конечно же, еще раз напоминаю о том, что каждый месяц у нас проходит бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка на регистрацию находится под этим видео. Выпускниц курса уже более 150 девушек. Поэтому присоединяйтесь, принимайте участие. Участие принимать можно из любой точки мира. Главное, чтобы у вас был интернет. Ну а мы с вами увидимся в ближайшее время. До скорых встреч и пока-пока.